Кто выбирает у ультра-ортодоксов главу поколения? Почему таковым считают того или иного раввина? Прежде всего, это выражение ультра-ортодоксы, это из советской прессы, когда такими словами, как называется опиум для народа, что это такое? Это религия, так сказал Карл Маркс. Так что все религиозные – это наркоманы. Это прежде всего. А теперь то, что я хочу вам сказать. Когда ушел из жизни великий учитель и мудрец еврейский нашего поколения Раф Штейнман, ко мне на радио РЭКа обратились и спросили, что вы скажете про этого человека, ведь он возглавлял политическую партию такую-такую, с ним советовались. И тогда я сказал, вы понимаете, что со времен Моше Рабейну, нашего учителя Моше, те, кто возглавлял еврейский народ, это были самые великие еврейские мудрецы. Вслед за Моше Рабейну это был Йошуа Бен-Нун, родоначальник всех пророков. И так из поколения в поколение. Еврейский народ, сказано в Талмуле, когда возникает какой-то тяжелый вопрос. Пук хази мае амка добар. Иди, выйди и посмотри, что делает еврейский народ. Еврейский народ, он знает, кто является его главой. Еврейские мудрецы называются цари. Почему? Царь, он, прежде всего, властвует над собой. Это то, что объясняет Рабьевуда о Леви в книге Кузари хазарскому царю. Он говорит, ты мне рассказываешь про царя, да? Каждый еврей, который побеждает свое дурное начало, полностью он является царем. А еврейские мудрецы, которые полностью посвятили себя изучению Торы, к ним приходят, чтобы спросить, как на этот вопрос отвечает Тора. У них нет никаких личных интересов. Когда какие-то члены Кнессета пришли в квартиру Крафштейнману, одна комната полностью была заставлена его книгами, а другая там стояли железные кровати 50-х годов. Его холодильник, хотели поменять ученики, холодильник. Нет, нет, что вы, он замечательный, но ручка не открывается. Так сделали два шурупчика и протянули какую-то ниточку или железную какую-то проволочку. Все замечать. Никаких желаний получить от этого мира. Быть подобным Творцу, чтобы так же, как он, делиться непрерывно своим добром сотворенным миром. Это то, что делал наш учитель Авраам. Это то, что главы поколения, их не выбирает на общем собрании мудрецов. Еврейский народ знает, кто является главой поколения. И именно к нему приходят, чтобы задать вопрос. Я один пример приведу. Один человек в катастрофе потерял две ноги. Это сейчас в автомобильной катастрофе. И он обратился к Рафштейнману в письме и спросил, ну, как мне жить? Как мне существовать? И он ему ответил, каждый день читайте 13 основ веры, которые составил Авраам, чтобы знать, кто, от кого я получил то, что получил, на кого мне полагаться, как использовать даже свое несчастье для укрепления моей веры. Это значит, что он для себя, Рафштейнман, каждый день был связан со всеми 13 основами веры. Это глава поколения. КОНЕЦ КОНЕЦ